Сегодня хочу рассказать вам про сервер по игре Ark Survival Evolve под названием Пиратская Бухта. На сервере установлена карта Рагнарёк с грифонами, вивернами и големами. Из модов только стаки, а рейты x5 на добычу, x2 на опыт, x3 на выращивание и приручение. Также есть приятные бонусы для новых игроков вплоть до 350 рублей в донат-магазине. Подробнее ознакомиться с пиратской бухтой вы можете пройдя по ссылке в описании. Всем привет ребята, с вами Рирос, продолжаем играть в Ark Survival Evolve на сервере Ark Galaxy. Пока заходил, потратил наверно на это минут 10. Сервак фуловый, твой мать, просто фуловый. Все слоты забиты игроками, это просто охренеть. На каждом шагу они, на каждом просто твой мать шагу. Хорошо, что на мосту редко кто-то бывает, мост не особо популярное место такое. И в этой серии мы будем строить нашу базу. Начнем мы с основы. Выстроим каркас, я уже здесь начал ставить фундаменты. Решил значит записать этот процесс строительства этой базы замечательной, нашей обратной базы. По тому принципу, по которому показано видео, не получается строить, приходится строить по своему принципу. Ну ничего страшного, попробуем так это сделать. Сначала нам нужно построить каркас, чтобы уже примерно понимать, что я хочу сделать. Но я и так знаю, что я хочу сделать. Хочу сделать базу себе. У нас будет там яма, орлинное гнездо, по-моему, в игре престолов оно называлось. Вот с таким вот выходом из базы вниз и вверх. Большие люки будут стоять. Затем, что будет? Много окон и дохренища турели. Я постараюсь это сделать, конечно. Все в одно жало, если получится у меня. Ну посмотрим, хотя бы турели. Ну 20, наверное, точно поставим. Ну и люков нам нужно будет. Короче, нужно будет очень много металла. Ну здесь иксы, и с металлом проблемы не будет. Плюс у меня еще в донат-магазине осталось там 100 рублей. Я на эти 100 рублей 5000 металла себе взял. Это для того, чтобы сделать уже основу сегодня из всего из этого. И вчерашней пасты, думаю, нам на это хватит. Ну поехали. Что делаем? Просто выставляем фунт... Эх, не туда поставил. Выставляем вот такие столбы. Целый ряд. И сюда уже, наверное, ставить не будем. Хрен с ним. Вот такой вот ряд получается. Сейчас нужно нам снизу все это дело продлить. Демолишить не получается с кецаля, поэтому нам нужно будет опустить первый слой, поставить там хотя бы соломенные. Соломенные перекрытия, и тогда уже можно будет от этого отталкиваться. Ну что ж, ищем место пристыковки. Так, раз. Есть. Два. Уже сюда не хочет. Серьезно? Вот так вот? Что-то мешает, пишет. Ты меня не так не подводи. Ё-моё. Мы сейчас, походу, лишимся нашей обратной базы. Так. Неудобно на грифоне это делать. Вот куда ставится, туда будем ставить. Два. Три. Сюда не хочет. Ну ладушки. Вот сюда воткнем. Есть у нас хочет персонаж. Я там зарядил мясо жариться. На ночь, кстати, оставлял все ресурсы всех животных в обелиске. 24 часа здесь можно хранить. И это крутая тема. Давай. Ставься. Так, тут что намешает? Слишком высоко над землей. Да сука, ты издеваешься. Ай, господи. Походу, это пофиксили. Но сейчас посмотрим. Может быть, получится что-то сделать. Надо как-то будет тогда снизу, что ли, это вывести. Как-то с бочины. Вот отсюда как-то цепануть за что-нибудь. В общем, все очень плохо. В том месте теперь больше не построится так, как я хотел это сделать. А если строить по-другому, то эта база будет ушлипанская. Я сюда вставлю фрагменты из того, как это должно быть. И из того, как я пытался построить уже на локальном сервере. И что из этого получилось. В общем, вы все сами видели. Это полный бред. Так что будем строить другой вариант. Есть у меня на примете. Сейчас мы будем строить базу на одном фундаменте. База будет очень скрытная и незаметная. Поехали. И тут какой-то косяк с тенями. На карте Рагнарёк именно в этом месте. Вот в этой зоне возле синего обелиска. Смотрите. Оп-оп-оп-оп-оп. Тени пропадают, появляются. Пропадают, появляются. Напрягается. Короче, я нашел место. Будем строить здесь секвойки. Сейчас только разберемся. И приступаем к строительству. Место вот такое. Вот тут дерево прикрывает. Не шибко заметно, думаю, будет. Невозможно разместить постройку здесь. Серьезно? Красиво. Ну, давай вот так. Хотя здесь тоже будет невозможно разместить постройку здесь. И прочая херня. Да. Ай, господи. Допустим, что я нашел место. Ай, ладно. Тут так тут. Будем ее размещать. Хлобысь. И... Где стенки мои? Теперь надо на один фундамент впихнуть нам верстачок. Отлично. Дверь. Люк. Потом узнаете, зачем он. Дверной проем. Сюда что мы делаем? Мы сюда втыкаем. Где эти ступки? Вместо ящиков будем использовать ступки. Прям куда тыкаются, туда и тыкаем их. Максимально. Компактно. Вот так. Ну и лепим вторую. Не лепится. Можно дверь открыть, попробую прилепить. Да. Три ступки прилепили. Отлично. Я забыл сделать себе лестницу. Попробуем ее сделать из подручных предметов. Очень долго я искал место, но решил все-таки взять себе вот такое место. Так, сюда мы можем так залезть, в принципе. Закрывашки нам не понадобится. И мы просто зашиваем с трех сторон. Ну вот так. Теперь сюда пихаем печки. Максимально близко ко всем углам. В этот угол еще одну. На сука она не лезет. А должна. Ну, для этого у нас есть демалиш. Нужно максимально ее приблизить. Вот насколько вообще возможно. Отлично. И одну пихаем сюда. Отлично. Ну, теперь зашиваем здесь. И самое веселое. Сюда, по-моему, не влезет четвертая печка. Да, сюда она не лезет уже. Ну, три печки, думаю, достаточно будет. Теперь что мы делаем. Камень есть? У меня есть. Отлично. Мне нужно еще один дверной проем. Теперь мы это дело закрываем люком. Ставим дверь. Ну, вот с этой стороны, допустим, будет у нас дверь. Дверной лестнице. Которая не хочет почему-то прицепляться. Снизу надо ее ставить. Окей, еще одну лестницу давай делаем. Берем сразу дверь. Ставим еще одну лестницу. Отлично. Лестница готова. Теперь мы можем сюда спокойно залезть. Тут не видно ни хрена из-за дерева. Но мы ставим стенки. Сюда пихаем кровать. Каким-то чудом. Нам это надо сделать. Ладно, с кровати придумаем потом что-нибудь. Разместим здесь ступки. Давай. Отлично. Ступки есть. Теперь пробуем кровать всувать. Еще разок. Из-за этой листы вообще ничего не видно. Так, ладно. Гамма-6 врубаем. Ладно. Немножко переделаем. Отлично. Вот сюда теперь кровать точно влезет. Да. Раз. Два. Ну и дальше суем ступки, куда они суются. Но они уже здесь никуда не суются. Собственно, лишних даже наделал. Ну, можно еще засунуть ступки. А, крышу надо сделать точно. Сейчас, секунду. Мутим крышу. И вот такая вот секретная база. Жаль, что фабрикатор в нее не засунуть. Но я постараюсь сделать потом в следующем ролике. Скорее всего, это будет маленькую базу, в которую можно будет засунуть фабрикатор. Давай. Отлично. И вот как это выглядит. Собственно, ее вообще не видно. Вообще. Такую можно ставить в любом дереве практически. Здесь у нас рядом бобры. Ну что ж. База готова. Ей будем пользоваться в редких случаях, конечно. Но будем пользоваться основной базой. Я даже не знаю, куда ставить теперь. Так. Ну да. Ее видно только снизу, но можно найти такие деревья, которые будут и снизу защищать. Обзор. Теперь смотрите по поводу пасты что. Как лучше всего ее лутать. Есть несколько способов. Точнее, я вам покажу один способ, которому я сам лутаю пасту. И... А, уже лутанули здесь. И удается лутануть пасту. И он чертовски много. На официальном сервере, ну, фуловый сейв за несколько... Ну, не часов, но за часик можно аннабить себе. Таким образом. Что нужно делать? Есть четыре точки бобров в одном месте. Четыре озера я вам показывал. Либо в прошлой, либо в прошлой серии. И что нам нужно делать? Нам нужно лутануть одну из этих кучек бобров. Там Ютиранус ходит неподалеку. Лутаем эту кучку. На нас агрятся бобры. Мы обязательно убиваем большое количество бобров. Оставляем. Ну, можно несколько оставить. Ну, желательно всех вообще перекосить. На право и на лево здесь. Чтоб наверняка. Так, сколько времени сейчас у нас? 17. И в 17 так темно? Давайте гамма четыре сделаем, а не шесть. Это еще и дождь мешается. Давай. Ютиранус еще порычи на нас тут. Так, ну допустим, мы здесь перебили бобров. Здесь паста. Хатки, точнее бобринные, могут... Вот, начиная вот отсюда, примерно. Вот с этих мест. И до следующего озера. Вот здесь все может быть в хатках. Здесь бобры разбредаются. Бегают по этой вот полянке. И лучше ставить графику на минималку. Давайте сейчас продемонстрирую, как это сделать. Просто ставим на низкое все. Дальность прорисовки на низкое. Вот это Resolution Scale я на высоко ставлю. Блики убираем. Применяем. И вот такой вот у нас красивейший графон появляется. Давайте вернем гамму в обычное состояние. Вот такой красивейший графон. И с таким графоном максимально должно быть видно вам. Мы, кстати, посмотрим сейчас на базу, видно ее или нет. Ну вот ХЗ вообще практически... Ну, вон там видно что-то, что-то есть одно. Практически не видно. И вот здесь она может быть в деревьях, эта хатка. Вам нужно обязательно их все пролутать, эти хатки. Вот реально. Просто все хатки пролутать и убить как можно больше бобров. Желательно, грифон вам нужен с большим количеством стамины и с большим количеством урона. Все. Больше вам для этого ничего не надо. Переходим к следующему озеру. Здесь то же самое. Хатки бобров. Все пролутываем. Махатки могут быть вот по всей вот этой местности, куда бобры могут уйти. Вот так. Иногда встречал вообще вот здесь где-то хатка была. В общем, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Все может быть в хатках. Обычно их две или три штуки. Здесь бывает одна большая хата, бобринная. Ее тоже желательно лутать. Здесь пасты очень много. И все, лутаем эту хатку. Перебиваем всех бобров, лутаем остальные хатки. Вот они, надо сейчас сбегаться будут. Пожалуйста. И просто всех вот так вот косим. Как только всех перекосили, собрали всю пасту, летим на следующее озеро и вот так по кругу летаем между четырьмя озерцами. Как только мы улетаем из прорисовки, они тут же начинают резаться, бобры, и нести свои новые хатки. По две, по три хатки с озера вы будете лутать 100%. Ну, допустим, 99%, если что-то пошло не так, если где-то вы одну хатку не пролутали. Я вот по такому принципу, собственно, и лутаю по сейфу пасты, ну, особо не напрягаюсь. Если вам нужна прям тонна пасты, то это самый верный вариант. Единственная опасность, это бобринные хатки в воде. Их желательно лутать самыми последними, когда всех бобров вы уже перекосили. Но не всегда все бобры сбегаются, в некоторых местах бобры остаются, и от этого могут хатки, ну, не то что богануться, появиться в каком-нибудь рандомном месте. Бобер куда-нибудь убежал, его отвели, и хатку хрен знает где теперь искать. И летаешь, ищешь ее, это тоже напрягает. Иногда хатки появляются прям в камне, в больших, в больших камнях. Вам нужно этот камень, соответственно, раздбить и лутануть оттуда хатку. Под водой, именно. И желательно, когда вы лутаете бобринные хатки, прокачать персонажа в скорость. Хотя бы 130 скорости, чтобы от них можно было убегать до своего транспортного средства. Потому что не всегда вы сможете в притрику утонуть хатку. Вот видите, эта хатка стоит довольно-таки далеко. Если бы она у нас была одна-единственная здесь, то мы бы хапнули горе. Все, дропаем. Чисто зачищена следующая зона. Сейчас я вот, чтобы никого не обманывать с этой теорией, пролечу все эти четыре хатки, четыре ее места, и покажу вам, что они тут же появляются. Поехали. Ну, сейчас, как обычно, пойдет что-нибудь не так, и ничего не будет появляться. Это всегда у меня в моих мини-мини-гайдах таких появляется. Такое. Так, здесь смотрим. Бобров мало, хаток нет. Может быть, кто-то лутает. Онлайна здесь много на сервере. Практически всегда был, а вон, вижу хатку одну. Все есть, все отлично. Что мы делаем? Можно пойти ее лутануть, эту хатку. Она, видите, в камне. Вот. Халобысь и в камне. Как раз наглядный пример, как этого избежать. Вам всегда нужна будет с собой кирка, и желательно поставить возле бобров кровать, чтобы можно было, если... Вот мне частенько такое бывало, когда они раздраконят всю броню, то есть вы лутаете хатку, допустим, в воде какую-нибудь, вас начинают атаковать бобры. Пока вы выплывете, пока добежите до грифона, вашу броню прокоцают. Прокоцают броню, следовательно, будет у вас хп отниматься. Несколько раз я так умирал от бобров, но благо здесь вот на этом уступе между двумя этими бобрами можно вообще вот куда-нибудь... Хотя нет, это самое нормальное место, наверное, вот куда я смотрю. Там такой уступ, туда ставить хату. Не хату, а просто кровать, допустим, какую-нибудь воткнуть, и в случае чего можно спокойно эту кровать заюзать и рестнуться, и залутать свой труп, и подобрать свое животное. И животное желательно, я даже не знаю, на пассиве либо на нейтрале держать. Смотрите сами по желанию. У меня постоянно животное на пассиве. Ну, ни разу не умирали, потому что успел вовремя среагировать. Ну, желательно на нейтрале надо, да, но только как вас начнут хватать бобры за одно место, то вы сразу... сразу ваш... ваш грифон подорвется. На птере это делать бессмысленно, потому что от бобров вы всех не переубиваете, и хатки у вас появляться не будут. И нужен для этого грифон либо виверна, желательно грифон, потому что у грифона дамаг бешеный. И всегда, всегда, если вам что-то не нужно в этой хате, бобрины, взяли вы пасту, там, жемчуг, грибы, цветки, если они вдруг вам понадобились, остальное все дропайте. Никогда не оставляйте полную хатку, она потому что будет... Ну, пока ее не залутают, пока не выкинут, она будет висеть на этом серваке до рестарта его. А это может быть... Может это занять несколько недель, рестарт. Отсутствие рестарта, точнее. Так, ну все, здесь тоже пролутали. Здесь, как видите, одна хатка. Вот здесь появляются две запруды, две плотины, длинные. Иногда даже три бывают, в рядочек такие стоят. Ну, вы их сразу увидите, не ошибетесь. И вот здесь посередине большая хата бобриная появляется. Летим дальше. Этих бобров можно скипнуть. Видите, бобры разбрелись здесь, и здесь тоже могут быть хатки. Так что, внимательно смотрите. Кто-то их, видите, откатчивает, этих бобров, до определенной зоны. Смотрим, пролетаем сюда, смотрим, что здесь хаток не видно никаких, да? Но это не так. На самом деле, ну, если никто их не лутал, то одна из этих хаток должна быть под водой. Заныриваем, и видим хатку перед своими глазами. Вот она одна. Да, пока что одна. Видите, не всегда появляется даже по две, иногда по одной, но этого достаточно. В принципе, как ее лутать, эту хатку? Да то же самое. Просто подплываешь туда и лутаешь. И вот так, летая по кругу, собирая эту пасту, можно реально в одно жало сделать дохренище. Второе место в секвойке. Мы тоже сейчас туда слетаем, потому что серия у нас коротенькая получилась от этой базы. Я ожидал, что она будет длиннее. Вон, еще одна хатка. Видите, в камне была. Вот, две хатки появляются. Хоп-хоп. Это еще на иксах мы играем, тут удобно дропать, а когда тут большую хату какую-нибудь лутаешь, там куча боброк на тебя смотрит, сидит, пока ты его разлутываешь. И нужно дропнуть все дерево. Это так опасно на самом деле. Вот, видите, опасная ситуация. Бобры начинают что-то заподозривать, подозревать и начинают вас атаковать со всех сторон и есть такой шанс, что они вас забагуют и вы сдохнете. Поэтому нужна здесь кровать. У меня, к сожалению, кровати здесь нет, можно воткнуть спальник. Сейчас мы это, скорее всего, и сделаем. Для начала просто их всех перебьем. В сиквойке то же самое работает. Там большая поляна, очень много бобров и там пасты можно меньше собрать, но туда редко летает вот в сиквойке. Там такой же принцип. Убиваешь всех бобров, отлетаешь от этого места, бобры появляются опять, делают свои хатки. Там очень часто хатки появляются в кустах, так что низкая прорисовка нужна будет обязательно. Так, у меня там соседи, походу, пылесосят. Ну ладно, для полноты эксперимента не будем устанавливать запись, попробую что-нибудь на монтаже сделать с этим звуком. Музыку здесь погромче наложу, чтобы мне было слышно. Так, смотрим. Бобры нас атакуют. Да, плывут бобры, ждем бобров. Этот способ работает, если у вас нет улиток. Если у вас только как у вас появляются улитки, можете забыть вообще про лутание этих бобриных хаток и тупо собирать раз в час по сто пасты с улитки. Делаете ферму целую и ставите потом краны, даже не потом краны, а сначала ставите краны с сиквойным соком. И только тогда уже ферму улиток нужно будет делать. Их нужно, потому что кормить вручную. Из кормушки они не едят. Вот, отлично, убили последнего бобрания, это еще там есть. Но он, видите, не среагировал. Этот бобрик. Я, пацаны, говорит, все нормально. Вы там сражайтесь, это не моя война. Я не местный. Еще желательно кислорода немножко качнуть. Так, ищем, где хатка. По-моему, ну, сейчас вплывем. Посмотрим издалека. У какого камня эта хатка? У дальнего, видимо. А, вот у того вообще. Ну, окей. Идем. Видите, в чем плюс низкой прорисовки? Из-за того, что их не лутают, новые, не убивают лобров, новые хатки не появляются. Не все об этом знают, не многие об этом знают. Способы. Но если такое соблюдать, то пасты хватит на всех, вот реально на всех. Один залутал, отлетел, подлетел, другой залутал, отлетел, подлетел. И все. И таким вот образом можно обеспечить себя пастой и весь свой трайп. Ласты здесь не нужны, потому что из воды-то вы быстро выплывете, а по берегу, по суше бегать вам ласты будут замедлять. Если успеете, конечно, их троп, скинуть. Да, мы сейчас можем задохнуться здесь. Нам нужно гребсти до берега. И если вот в такую ситуацию попали, с потерей кислорода, то что вам нужно сделать? Вам нужно доплыть до верха и нажимать на пробел. Тогда ваш персонаж всплывет. Вот, собственно, мы сейчас можем откинуть копыта уже. вот, отлично. Пробил спасает в этой ситуации очень хорошо, но нам в любом случае нужно стаминки побольше. Я вроде и качал стамину, а все равно как-то не то. Как-то у меня странно тпшнуло. Да ладно. Прохиливаемся мясом. Сейчас мясо, хотя, по-моему, не меняли его. Кто-то, помню, говорил, что нахилит побольше. Я обычно на грибах сижу. Ну, в смысле, в игре. Не в реале. И вот такое, смотрите, прикол, это когда вы ставите в сепе графики на минималку, у вас персонаж становится здесь черным в этом лукошке. Грибы, они по-прежнему хорошо вас по-ноу восполняет еду, но единственный минус у них, они, черный экран вам создают вот такой, вот смотрите. Мы сожрали один, и один гриб 10 секунд вам черноты делает, а нужно вам сюда фул еды 4 гриба сожрать. Такие дела. Так что, приходится чем-то жертвовать и весь это немного, но все равно не портится зато. Если на каком-нибудь грифу не летаете, то пофигу, в принципе. Можно и грибы похавать в зависном воздухе на 30 секунд. Покушал и пошел дальше работать с бобрами. Лучше брать с собой конечно мясо, чтобы хилиться. Еще взять с собой хилок и несколько комплектов брони. Если вы попадаете в такие передряги, так сказать. Да что ж такое-то. Как же глубоко тебя... Вот, можно утонуть отлично. Сейчас бобры на нас попрут. Нужно нам быстро всплыть и грибсти в сторону. Да, вот бобры они сейчас будут нам, смотрите, помогать. Оп! Выталкивают из воды и мы плывем быстрее. Соответственно, единственный косяк это когда вы выпрыгиваете из воды с большой скоростью вас немножко подбрасывает. Все, летим в следующее место. На поверхности здесь ничего не появилось. Здесь большая хатка появляется. Так, подождите, я видел там, а это бобер ходит. Там большая хатка. В общем, все в больших хатках тут иногда бывает. Но большие хатки, они не привязаны к бобрам, они привязаны к кулдауну. У них кулдаун по-моему несколько часов. Вот видим, что здесь опять появились хатки, опять появились бобры, хотя мы всех перебили. Прошло буквально там несколько минут и все, и по новой можно собирать. И таким образом вот реально гигантское количество пасты нужно делать. Это мы сейчас на иксах еще находимся. И странно, что никто их не лутает. Видимо, все охотины юзают. Там одна охотина, наверное, иксы, если на нее установлены, то дает очень много пасты. Либо просто камень и хитина не заморачиваются вообще. На иксах хитина очень много, особенно если формить мегатерием. этот хитин на вулкане с богомолов падает там чуть ли не по два косаря. Мы когда снимали первый сезон здесь мы так и формили. И уголь формили, и хитин формили. А камень на колобке пошел, пособирал. Либо на анкиле вместе с металлом камень просто не дропаешь и все. И пасты, с пастой тоже проблем не было. Давай, дохни уже. Отлично. лутаем. И все. Две хапки лутанули. Смотрим дальше. Есть здесь еще что-нибудь. Еще что-нибудь такое эдакое, но походу нет ничего. Да, нету. Летим на следующее озеро. Все просто. Уже давайте посмотрим сколько пасты у нас есть. Уже два косаря. Поэтому этих двух косарей для одного человека хватит за глазами кажется. Строить базу с небольшой защитой какой-нибудь. Так, смотрим. Видим бобрик тусуется. А не только колобок. видимо здесь они а нет вот бобрик. Да, вот бобрик. Тут они ползают. Но здесь сразу говорит вот сложнее найти уже в этом месте. Тут нужно примерно знать где они могут появляться. В каких местах. Но ничего не нашли. Идем сюда и видим что здесь вот две хапки. Ой господи. Это в пещеру залетел. Хорошо что здесь турели нет. откидончик был небольшой. Видимо сейх был мира. Давай сюда. А там ютюранус ходит понятно. И аннигилирует наших бобров. О уже хорошо. Хорошо но не совсем. Знаете почему? потому что нужно чтобы именно чтобы у вас был контроль над популяцией бобров а не у какого-то животного который будет их по кд вырезать. как меня бесит эти птички маленькие. так тут традоны тоже будет сейчас мозгом пассировать гаммы пропишем 4 хотя бы ладно традон отъехал вон чувак уже на бобре на бобре говорю на птере видимо хочет пасту пособирать тоже но мы ему это не дадим сделать а он томит птера ему похеру на пасту да сука вот это опасное дело собирать пасту ночью традоны могут вам все подпортить ты слезаешь такой театрадон один разок кусает и все и кирдык это же два традона давай быстрее уже дохнет нам нужно еще одно место показать где я недавно совсем летаю ну блин ну не одно из основных занятий но одно из любимых занятий лутать пасту у меня в арке когда играешь особенно большом трайбе по приколу тем более ты мониторишь популяцию грифонов еще попутно ищешь себе грифона потому что в этих местах где-то лутаешь пасту появляется грифона так вот пожалуйста вот грифон блин а подзорки нет я все привыкаю на шестерку нажимать на шестерку подзорка ну да ладно летим дальше вот еще один грифон пожалуйста в этих местах еще я встречал бобринные хатки вот на этом плато на этой речушке это получается там два озера сверху это третье такое озерцо здесь тоже ходят бобры и тоже появлялись хатки но видимо тык сюда откайтили просто бобров несколько раз если фармить постоянно ну как вот я показывал вам то такой проблема не должно в принципе быть и видите здесь тоже да бобров нету никто их сюда не отводил хаток нету тоже собственно блин как удобно с гаммой это играть не надо ничего придумывать на монтаже главное не забывать ее включать выключать все прилетели сюда давайте сначала повезло повезло что не скинуло в воду сначала на эту озеро смотрим хаток пока что нету есть бобер один застрявший а вот есть хатки все все хорошо все идет по плану так сказать оп лутонули перебили бобров оставшихся вот вот и все собственно Вот такой вот способ лутания пасты. Надеюсь вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте рассказать про это видео друзьям. Оставляйте в комментариях ваши способы фарма пасты, что вы делаете. Про улиток можете не писать, я знаю про этот способ. Мне хочется узнать про способ без улиток, про собирательство пасты. Где еще вы встречали бобров, в каких местах? В секвойку я вам покажу скорее всего в следующей серии, если не забуду. С вами был Rears, всем спасибо за просмотр. Приходите играть на сервер, серый прикольный, народу здесь дохренище играет. На каждом шагу человека можно встретить. Я вот когда искал секретные места под базу, там половина этих мест, которые я знал, они уже были застроены. Пришлось выдумывать, импровизировать и находить новое. Ну что ж, всем счастливо, всем до новых встреч!